ПЕСНЯ 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 Дорогой Владыка, дорогой отец Михаил, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас в приближении праздника, введения во храм Престой Богородицы. Мы сегодня совершили освящение храма в селе Иваново в честь иконы Божьей Матери Воспитания. Мы увидели красоту этого храма и только храма в честь Иоанна Крестителя. Мы молились сегодня о мире в Украине. Наша молитва дается постоянной, потому что украинская земля и народ, живущий на этой земле, достоин мира, благополучия, умножения любви к Христову и строить мир и согласие в селах и городах, молиться, чтобы Господь остановил эту страшную войну, и чтобы мы могли спокойно продолжать строить храмы и монастыри, умножать веру, благочестие и созидать духовные основы общества. Огромные труды настоятеля и каждого из вас. Каждая свечка, которую вы приносите в храм и ставите перед иконами Божьей Матери, и святых угодников Божьих, это частичка вашего сердца, частичка вашей любви, это любовь, которая дает каждому из вас возможность и сознание, что Божья Матерь на всех молится, на всех охраняет. Она наша целительница, наша защитница, усердная охранительница мира, согласия. Она наша любовь, вера, надежда. И к ней обращены все взоры, искорбящие и обремененные греками, и особенно в дни этой войны. Субтитры создавал DimaTorzok за ваш визит. Спасибо, Господи, Хай Божьиха, так же и вас бережею. Сегодня великое свято. У нас с визитом приехал митрополит Агафангл Одесский-Ізмаїльский, посетил, благословил народ, нашу Креминевку, наше село, раздав иконочки, плечев симпом, подаварив. Мы благодарны Владикове. Хай Божьиха, его так же бережею. Субтитры создавал DimaTorzok не может действия в светло украшающий си, но я бы иметь в знамениях Господь Троица. Поминай стал бы, ежесобрал я си мудре, и не забудь, я бы же обещал систи. И всем нам в это непростое время молитесь с вами из-за Украины. Молитесь, чтобы Господь признался в высоте небесной своей на каждого из нас, преклонил небо к земле и свою милость каждому из нас. Апостолы Павловы, все согрешили, и всем мы нуждаемся в покаянии, в очищении. И будь Господь поможет нам, прийти от покаяния, освободиться от тяжкого грехов, поисповедаться, все чистое одобрение, провести дни Рождественского поста, поклониться на апостоле Господа, встретить с радостью Рождества Его. Уже сьогоднішній день поються маси Рождественского канона, Христос рождает Славите, Христос немець, встречайте Его. Невеличкое селище на березе Тельгульского лиману, тут совсем не багато людей мешкаю, але Владика, який сьогодні свой паломницкий визит, архіпасторський, робить на нашому благочині, дуже радіє село. На жаль, мало людей встигло прийти, бо це незапланований визит, але все те тепло, яке люди получили від Владики, вони розносили своїм односельчанам, і ми сподіваємося, що віри, надію, любові в цьому селі стане трошки більше. Зараз у всіх священнослужителів і у віруючих нашої церкви дуже нелегкий період, але такий приїзд Владики – це велика підтримка, яка дає надію, всіляє сили, віри, підбодрює. І ми сподіваємося, що з Божою допомогою, ми приживимо це все, здолаємо ці всі незгоди і вийдемо на спокійну воду молитви, вирії, праці. Дякую за перегляд!